КАЖДАЯ СЕМЬЯ КАЖДАЯ – это отдельный мир со своими традициями и ценностями. Иногда такие ценности выходят за рамки дозволенного, и тогда на помощь приходит милиция. Сегодня мы в Молодещненском районе Минской области. Знакомьтесь, старший участковый инспектор милиции Алексей Новицкий. Работаю сейчас старшим участковым инспектором милиции. Начинал службу в патрульно-постовой службе милиции, после срочной службы в армии. Также проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска. Также участковый инспектор милиции отдела охраны профилактики гимнологического РОВД. Служба и административный участок – два сельских совета. Это Палачанский сельсовет и Марковский сельский совет. Участки спокойные, особых трудностей каких-либо не возникает. Вся работа в плановом режиме. Есть, конечно, и лица, которые злоупотребляют алкогольными напитками, жилые помещения, которые приходится ставить на учеты в РОВД для проведения профилактической работы. Сейчас посетим с вами семью. Двое живут. Один муж с женой. У мужа установлен презентивный надзор. С 9 вечера до 6 утра должен находиться с вами служительства дома. Также они являются оба обязанными лицами, лишены родительских прав. А за что? За то, что за злоупотребление алкоголем, за совершение преступлений. Сначала дети признаются в социально опасном положении, потом уходят в государственную защиту, ну и потом лишаются родительских прав, если они не стали на подсправление. В этой семье с каждым новорожденным увеличивалась тяга родителей к алкоголю. Пока взрослые расслаблялись в компании таких же любителей крепкого спиртного, дети были предоставлены сами себе. Только по счастливой случайности не произошло трагедии. Здравствуйте. Здравствуйте. Зайду к вам? Да, заходите, пожалуйста. Как дела у вас? Все хорошо. Все хорошо. Как на работе? На работе тоже отлично. Там же в Шукульчах на ферме работаете? Да. Там же. Операторы машины доедут. А детям какую комнату готовите, не готовите? Ну, две как бы комнаты готовы. Мы же собирались пять детей забрать, подали апелляцию. Ждем результаты. Поедем в Минск в апелляционный суд. Как с переездом применялось, поменялась ваша жизнь? Ну, с переездом поменялось многое. Как бы мы стремились там, ну, свой, чтобы дом был, чтобы не в общежитии жить, а чтобы свой дом был. Ну, вот планирую я много лет проработать, чтобы потом с выкупом этого, ну, чтобы можно было выкупить этот дом. Вот. Как бы планирую в дальнейшем работать и работать. Как бы колхоз травится, отношения все хорошие в колхозе. Ну, издели же у вас детей за злоупотребление алкоголем? Ну, да, за употребление алкоголем и за семейный конфликт, как бы. Там, выпьем немного, там, ну, хотя я не пил с 19-го года, но так получалось, что супруга у меня, ну, любила с соседкой выпивать. И вот получилось так, что ее постоянно, там, ну, выпьем, и она побоянит, и все, и вызывает еще на меня плюс милицию, потому что я ругаю, что она пьет. После очередного пьяного скандала семья в один момент лишилась пятерых детей. Страх, обида, беспомощность. Наступил момент истины, когда родителям пришлось сделать свой выбор – алкоголь или дети. И это их история. У вас пятеро детей, один ребенок у вас совместный, да? Как сейчас вам живется без деток? Ну, трудно живется. Тяжело. Сильно скучаем. Не хватает детского смеха, не хватает, ну, вообще деток не хватает. На момент изъятия у вас было уже своих четверо детей от предыдущего брака, один ребенок совместный. Неужели вы не научились к тому моменту, что есть хорошо, а что плохо? Ну, может быть, научиться научилась. Просто я трое деток воспитывала, можно сказать, одна, 12 лет. Вот, первого моего мужа посадили, вот, попал в аварию со смертельным исходом. Осталась одна с детками. Воспитывала их тоже одна. Тяжело было, пока не нашла супруга. Ну, может быть, из-за этого руки опустились. Ну, как-то так. Тяжело было, в общем. Ну, а потом мы с мужем познакомились, сошлись. Ну, стали лгаться. Из-за чего? Ну, да, можно сказать, из-за всего. Не знаю. Всего хватало. Ну, и соседи. У нас общежитие было, сами понимаете. Не каждому угоди. То шумно, то еще что-то, еще что-то. Вызывали милицию, вызывали школу. Вам завидовали? Я даже, честно говоря, не знаю. Просто у меня вот соседка, ну, друзья мои, они привыкли, что я жила одна. А тут у меня появился, как бы, муж. Супруг не совсем тоже им там должное внимание уделял и так далее. Не хотели, были против, чтобы я жила с мужем. Ну, и начали, как говорится, ставить палки в колеса. А каким образом? Ну, вот даже таким образом, что мы где-то поругались, услышали, вызвали милицию. Где-то там что-то еще, там, руку поднял или еще что-то. Все это было доложено в школу, в комиссию, в отдел образования и так далее. А вам не кажется, что они поступили как сознательные граждане? Вы сами говорите, где-то руку поднял. Да, они сообщили о факте домашнего насилия. А почему вы бы об этом не говорили? Ну... Вы считали это нормально? Я считала это ненормально, но, как бы, не хотелось. Выносить ссоры за сбой, как говорится. Да. Как вам кажется, по прошествии времени, вот этот факт изъятия детей из вашей семьи был правильным решением? Он пошел на пользу вашим отношениям, вашим взглядам? Я считаю, нет. Ну, честно говоря, просто у меня, вот когда забрали деток, у меня, можно так сказать, вообще очень на меня повлияло не совсем хорошо. То есть вплоть до нервного срыва и так далее. Лично для вас, а для детей? Для детей тоже очень большой стресс. Вы часто плачете, вспоминаю о детях? Да. Честно говоря, да. Я вообще очень часто. Одними слезами не заглушить боль в сердце. За право называться родителями им еще предстоит побороться. Доказать, что прошлое они навсегда оставили в прошлом, им пока непросто. Из разговора с женщиной создается впечатление, что она считает применение насилия в отношении себя нормой. Она не хотела об этом говорить и более того, осуждала соседей, которые проявили бдительность. Это беда, можно сказать, всех наших женщин, большинства из них. Основа нашего профилактики в сфере семейно-будовых отношений – это недопущение скандалов, недопущение рукоприкладства, недопущение рукоприкладства отношений детей. Это все, и как бы людям надо звонить, говорить, уведомлять органы. Потому что, как бы, сегодня там это все сошло с рук, ну вот так именно, то, что вот там сын, ну там, или как отец ударил, мать. Это сошло с рук сегодня, а завтра это, может быть, закончится печально. Семья, семья. Чтобы собраться всем семерым под одной крышей, понадобится время и сила воли. Шанс дан. Осталось только не сломаться на пути. Дети – это зеркальное отражение своих родителей. Они копируют манеру поведения взрослых. В этой семье в критической ситуации дети повели себя так, как было заведено в семье. Сейчас мы с вами посетим адрес. Здесь проживает сейчас одна женщина с овцом. Дети изначально были в социально опасном поражении признаны. И буквально недавно была применена государственная защита к данным детям. Случай был, ребенок схватился за нож и напал на свою сестру. Здравствуйте. Задук вам. Как дела у вас? Хорошо. Как дела на работе? Хорошо тоже. Хорошо. Жалоб нет? Нет. Расскажите, каково вам там, слышал, вы находились на лечении? Да, на лечении. Пришла курс лечения. Ну как, помогло, считаете, вам? Конечно. Это лечение помогло, да? Ну и плюс съездила и сделала кодировку. Самое первое, что нужно было для этого кодирования. Ну, как бы, чувствую себя хорошо. Все нормально, не тянет? Не тянет, абсолютно, да. Держитесь, да, нормально. Стремитесь забрать детей обратно к себе, да? Какие вы выводы сделали для себя за время, когда у вас забрали детей? Ну, в этой ситуации сделала вывод, что виновата я в этой ситуации больше всего. Ну, и сделала вывод, что в алкоголе, алкоголем горе не излечишь, а потерять детей моментально. В один момент. То есть, в принципе, из-за этого вы и решили пройти курс лечения? Да, да. Потому что сама, как бы, уже не справлялась сама. Большая семья женщины жила под одной крышей. Но в какой-то момент друг для друга все перестали существовать. Семья распалась. Это ее история. Сколько лет вашим детям? Младшему девять, старше четырнадцать. Как долго вы воспитывали детей одна? Дочку до одиннадцати лет, потом отец появился, а сын с рождения. А где был отец? Мы с ним были в разводе, я с ним не общалась, поэтому я не знаю, где, что и как он был. И судьбой ребенка он не интересовал? Нет. Потом уже, когда объявился, родственники начали звонить тоже, просить, чтобы отец пообщался. Ну, дочке понравилось, общалась, общалась. Попросилась к папе. Ну, в тот момент меня ставили в СОП, поэтому старшую дочку проще было отдать отцу, чтобы жила полтора года у отца. А из-за чего вас поставили в СОП? Из-за пьянок. Вы собирались в компанию дома или уходили? Уходила на улицу. А с кем в это время был ребенок? С дедушкой находилась. Вы говорите, отец спустя 11 лет объявился. Как так получилось, что он проявил насилие к ребенку? Ну, этого я не могу сказать, этого я не знаю. В тот момент, когда это все произошло, я находилась на лечении. Поэтому я не знаю, они до этого позвонили, мы пообщались. И после этого, через два дня, я узнаю, что мой ребенок в больнице. Потому что здесь был отец. А почему, как, что? Я не в курсе. А что вы, в принципе, знали о своем супруге спустя 11 лет, когда отправляли к нему ребенка? Ну, человек, как бы, тоже изменился, поменялся. Как бы, приехал такой, в школу приезжал. И, как бы, ну, не сказать, было по нему, что он сможет так сделать с ребенком. Ну, вот, год, полтора, вот все и пошло на это. Ну, выпивал, наверное. В таком состоянии получилось, что не хватило уже терпения. А из-за чего ваш сын схватился за нож? Что же произошло? Пошла манипуляция. Она начала издеваться над младшим ребенком, начала его заставлять то делать, то делать. Начался скандал у них. Я пришла, разняла их. Ребенок про младший наказан был, потому что, как бы, он ее начал убить. Ребенок не выдержал. Она начала со мной ругаться, начала снимать на видео, опять же. Я не выдержала, вышла буквально вот вниз на улицу. В этот момент ребенок заскочил в комнату, увидел, что я выхожу. Схватил, говорится, нож, полетел, начал его пугать. Она сняла это видео, отправила тете, тете позвонила в охрану по защите детей. Ну и пошли разборки. Ну, 4-го была комиссия, 4-го января. И просто меня предупредили, что дети едут под государственную защиту. Какие шаги вы видите лично для себя, для того, чтобы ваша семья восстановилась, чтобы дети вернулись к вам? Ну, самые главные шаги я сделала уже. Это бросила пьянки, друзей, подруг, компании. Для меня сейчас работа, дом и дети. Самое главное, ну, самое главное – это дети. Что бы вы им сказали, если бы они сейчас зашли сюда? Ну, сейчас попросила за все, извинения. За все, что мне она делала, и в чем я виновата перед ним. Женщина много раз прокручивала в голове сцену возвращения детей домой. Проговаривала слова прощения. Но она сомневается, захотят ли дети ее услышать. Женщина стоит на пути исправления. И вполне вероятно, что дети к ней вернутся. Но как, на ваш взгляд, будут дальше развиваться события в ее семье? На мой взгляд, все зависит от самой женщины. Насколько она восприняла серьезно этот полученный опыт, урок жизненный. И просто может быть повторный случай, если она все-таки сорвется, либо еще что-то пойдет не так в ее жизни. Ведь, тем более, дети уже там с конкретным, наверное, будут получили такой стресс, побывав в школе-интернат. Слишком многое успело произойти за то время, пока мать страдала в обнимку с бутылкой спиртного. Поэтому после возвращения детей домой их будут контролировать и со стороны милиции, и со стороны отдела образования. Всем предстоит выдержать экзамен на подтверждение права называться семьей. Начиналась история семьи очень красиво. Полюбили друг друга еще со школьной скамьи. Поженились, родили троих детей. Все эти годы вместе выпивали, разошлись. Женщина опустила руки, но вскоре на пороге появился еще один мужчина. У пары сразу нашлись общие интересы, тяга к спиртному. Стали жить вместе, появился четвертый ребенок. Сложитель ранее судимый привлекался до этого к уголовной ответственности и в ходе уже совместного проживания с этой женщиной на территории другой области совершал серию краж группой лиц, по результатам чего получил ограничение свободы с направлением исправительного утверждения открытого титула. Сейчас там отбывает наказание. Ну что, зайдем с вами пообследуем в жилое помещение, посмотрим, как у вас тут. Ну вот. Дети со школы уже вернулись. Здравствуйте. Здравствуйте. Дети со школы уже вернулись. А там кто еще? Сестра приехала в гости. Хорошо, как? Успехи. Ну, стараемся. Старайтесь. Как дети в школе? Ну, вроде замечаний нету, вроде все хорошо. У вас как кодировка повлияла? Ну да. Повлияла, да? Все хорошо. Не тянет уже? Нет. Как дела? Мама не пьет. Уже мать не пьет? Все хорошо у нее? Дома у вас есть, что покушать всегда? Есть. Все, есть. Как спать вовремя? Вовремя ловить? В девять. В девять, да. Молодец. Дети в этой семье долгое время жили в постоянном страхе. Они не знали, какое настроение будет у отчима. И угадывали, устроит ли скандал нетрезвая мама. Женщина просила детей никому не рассказывать о том, что происходит дома. Но скрывать ситуацию стало невозможно. И это ее история. Скажите, что для вас женское счастье? Ну, дети. Чтобы со мной были вместе. Без них никак. Никакого счастья нет. А любовь? Ну, любовь тоже. Но дети все равно на первом месте. Потому что без детей скучно жить, когда их нет рядом. Что привело к разводу? Даже не знаю, с чего начать. Наверное, что вот это... Ну, руку поднимал. Было и такое. При детях? Да, при детях было. А на детей замахивался? Ну, мог замахнуться, да. Это было в состоянии алкогольного опьянения? Ну, да. На трезвую голову он же тихий, спокойный. Пушистый. И как вы поначалу реагировали на рукоприкладство? Ну, чтобы не трогало. Я ему же вроде бы потом отходила. Потом, когда уже проспится, говорил, я этого не делала, я это не помню. Даже и про меня то же самое. А вы обращались за помощью в милицию? Ну, нет. А почему? Ну, как-то... Сами так как-то разбирались, тянули все. Его агрессия была направлена в отношения детей? Нет, больше в мою сторону. А из-за чего? У него были... Он к детям мог только, если приходил пьяный, покажите дневник, покажите уроки, делали или не делали. Так он к урокам вообще не касается. А вот как выпьет, то у него сразу начинается. Это мог и подзатыльник дать, или за ухо закрутить. Это вот его самое любимое было. В детстве, когда у деток формируется психика, особенно важен микроклимат в семье. Вы согласитесь. И когда дети растут в условиях постоянных скандалов, руганий, это все может отразиться на их поведении, на психике, на том, какими они будут в возрослой жизни. Тем более вы, одна женщина, воспитываете четырех парней. Когда-то каждый из них станет отцом, мужем. Какие качества, вам кажется, они принесут в свои собственные семьи? Ну, сейчас, я думаю, хорошие. Что все плохое забудется. У вас была попытка построить новые отношения? Да. Она ничем не увенчалась? Ну, как бы он помогал с детьми, я не скажу. Он делал и уроки с ними. Он не давал им заниматься. Вы пришли по телефону, допустим, переписать с решебника. Он сидел сам, брал книжку, разжевывал прям вот это. А где сейчас этот мужчина? Ну, он, как оказалось, немножко встал не на ту дорожку. На данный момент находится как-то... В местах лишения свободы? Да. А за что? Ну, я так поняла, за гражу. Какими бы вы хотели видеть своих мальчиков во взрослой жизни? Ну, чтобы не поступали так, как папа. Их биологический отец? Да. А как именно? Ну, чтобы здоровый образ жизни ввели. Чтобы не поднимали руку никогда. Чтобы стремились к хорошей жизни. А вы представляли, что будет, если у вас изымут детей? Как вы тогда будете жить? Я не представляла это, потому что я не могу это себе представить. Мне тяжело без них. Я все делала, чтобы они были рядом. Она прошла через многое, но ради счастья детей готова быть сильной. Сейчас ей, как никогда, нужна поддержка, чтобы женщина не оступилась вновь. Вы находите в словах женщины раскаяния? Раскаяния, как такового, ну, здесь я сильного не услышал. То, что на нее влияет пагубно мужчины, ну, если бы сама этого не допускала, этого, наверное, возможно, и не было. Она этих мужчин сюда зовет, а не они к ней приходят. Если бы она не хотела, эти мужчины бы с ними не были. Один злоупотреблял алкоголем, избивал. Второй тоже избивал, как бы она там не говорила про это. Плюс еще ко всему и совершал преступление потом, как оказалось. И прятался, убегал постоянно. Ну, и она способствовала этому, прятала его. Это все, как бы, не раскаяние. Поскольку главное оружие в вашем арсенале это слово, вы наверняка стараетесь как можно дольше профилактировать граждан. Постараться не прибегать к ранним мерам, но все же иногда это необходимо. Ну, это основа профилактических детей. Но также в профилактику входит и наказание. Какие принятия каких-то мер. Ну, как метод кнута и пряники. Грубо говоря, сначала пряники, 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 потом кнут. Ну, стараемся же до кнута не доводить. Но чем больше пряников, тем больше есть шанс на то, что все-таки у кого-то, когда он уладится, чем-то мы поможем. Участковый инспектор – знаток человеческих судеб. Он познакомил нас со своими подопечными, которые оступились. Определенно, каждый из них заслуживает шанс на спасение. Мы показали обратную сторону жизни, как есть. Выводы делайте сами. Субтитры создавал DimaTorzok